Международный турнир по боксу памяти Константина Короткова стартовал в Хабаровске. Приехали спортсмены из Азии, Европы и Африки. Многие из них будут участвовать в Олимпийских играх в Токио. И поединки в универсальном спортивном комплексе станут своеобразной репетицией. Репортаж Антона Примачева. При Швеции. Эстония. Доминиканская республика. Беларусь. Мы видим, что волонтеры сейчас готовятся к параду открытия международного турнира по боксу памяти Константина Короткова. В этом году участвует 20 стран из Африки, Европы, Азии. Ну и вот спортсмены сейчас тоже уже разминаются, готовятся к первым поединкам. Ты занят спортсмены, да? Да, да. Ну то есть мы вот так выходим. Девушка сейчас пытается объяснить, как правильно нужно выходить на парад открытия, потому что перевозчиков на всех не хватает. Очень много знаменитых спортсменов приехало сегодня на турнир. Среди них Владимир Николаевич Шин. Это легенда советского бокса, который сегодня возглавляет сборную, олимпийскую сборную Японии. Да, да, да. Сегодня кого вы к нам привезли? Ну, мы привезли четверых участников олимпийских игр и семь человек. У нас это та молодежь, которую мы уже планируем на следующий олимпийский цикл. С учетом этой пандемии я как бы мало рассчитываю, что они могут сто процентов себя реализовать, показать. Вот. Для нас не сколько стоит вопрос о том, чтобы показать себя, а стоит вопрос, наоборот, многое взять от этого турнира. Субтитры создавал DimaTorzok Юрия из Кении. Тренер привез к нам в Хабаровск четырех спортсменов. Они будут участвовать на олимпийских играх в Токио. Ну, вообще, скажите, насколько для вас престижно быть боксером в Кении? В вашей стране какие-то награды предусмотрены для боксеров за победу в этом турнире? Как много? Вы сможете дом купить на эти деньги? В Кении за победу 1 миллион? 1 миллион за победу в кенийской валюте, а 700 тысяч второе место в кенийской валюте? У меня даже нет слов. Сразу можно понять, какие будут поединки, как они будут драться за победу. Удачи вам! В первый день состоится 8 поединков. Сейчас боксируют спортсмены из Японии и Белоруссии. И вообще турнир продлится до 15 мая в УКСК.